Это Омск, здесь двигаемся дальше. Город в ожидании многокилометровых пробок. В ближайшие дни могут перекрыть улицу Ленина, точнее ее части, от юбилейного моста до улицы Маяковского. Ремонт будет вестись поэтапно до конца октября. Начнут от Ленинградской площади. А вот сам мост перекроют полностью, почти на год, с августа по май следующего года. Можно ли было избежать такой ситуации? Почему у главных омских магистралей так и не появилось необходимых дорог дублеров? Станет ли это лето рекордным позатором? И какие объездные пути уже подыскивают автомобилисты? Дмитрий Кукан с подробностями. Улица Ленина, дублер Гагарина и Маркса. Здесь почти не ходит общественный транспорт. Утром плотность движения в сторону юбилейного моста на четверть больше, чем вечером. В обратном направлении поток более разряженный. По соседству в районе госпиталя в утренний час пик трафик примерно на сотню машин меньше, чем на Ленина. А вечером больше на 500 автомобилей. Но самым загруженным остается проспект Маркса. Более 2500 машин в час проезжает в сторону торгового центра. В обратном направлении показатели сравнимы с плотностью потока по улице Ленина. Подсчеты проводили в департаменте транспорта. Там же примерно рассчитали, как распределиться поток машин с улицы Ленина, когда юбилейный мост будет закрыт. Если коротко, придется стоять. Никто не собирается обманывать кого-то и обещать, что все будет великолепно. И они ничего не заметят этого ремонта. Заметят еще как заметят. Примерно процентов 55 на аэротранспорта улицы Ленина с Любинского проспекта переляжет на плечи Гагарина в попутном направлении. Около 30 процентов, примерно опять же, 30-35 процентов, по всей видимости, переляжет на плечи улицы Маршала Жукова. 50 процентов – это увеличение на тысячу машин в час пик. Чтобы пропустить такой поток, изменят режим работы светофоров на перекрестках. Но кардинально на ситуацию это, конечно, не повлияет. Водителям стоит запасаться терпением. Впрочем, достаточно просто освежить в памяти время, когда ремонтировали Любинский проспект, уверен таксист Роман Рыбаков. Я обычно езжу здесь, на главпочтам стараюсь не соваться, там обычно пробки не проехать. Если с метромоста, то можно на Арджиникизы, там на Рабиновича, там на госпитальную и уже на Жуковский мост. Спокойно выскакиваешь. Поколесить, конечно, придется, но куда же без этого. У нас же как? В пробках двигаешься же по чуть-чуть и стоишь же часами. К слову, использовать поперечные улицы намерены и в мэрии. Например, на Карла Липнихта установят временный светофор. На самой улице разрешат двустороннее движение. И, соединившись с Тюменской, Карла Липнихта обеспечит транзит с Фрунзенского моста на Гагарина. Правда, для этого на Тюменской нужно сделать парковки и проверить состояние дорожного полотна. Оно может не справиться с возросшей нагрузкой. О том, что дороги-дублеры нужно расширять, эксперты твердят давно. Те улицы, которые еще можно на сегодняшний день расширить, это надо делать, особенно в том плане, если они уже улиц, которые к ним примыкают. Я имею в виду, скажем, ту же улицу Думская, когда идет переход у нас с Думской на 10 лет. То есть количество там полос больше, чем на Думской. То же самое улица Лермонтова. Опять же, выезд ее на улицу Жукова и как тоже дублер Думской. То есть мы уже такие предложения делали. Но на такие масштабные работы в мэрии денег нет. Поэтому движение на улицах, скорее всего, встанет. Пиковых нагрузок ожидают в августе и сентябре, когда горожане вернутся из отпусков. В это время уже закроют юбилейный мост, но еще не закончат ремонтировать улицу Ленина. Дмитрий Куканус, Дмитрий Головко, Константин Демиденко, Евгений Слепов. Омск здесь.